Здравствуйте! В эфире телеканала Итоги дня. В студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Небо, которое утром было черным, как ночью, Камчатку засыпает пеплом от вулкана. Важнейшие совещания, посвященные энергетической безопасности региона и инвестиционным программам. В республике продолжается визит полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трупева. Исторический момент для малого поселения. В Чигдинском наследии установили вышку сотовой связи, благодаря чему у местных жителей появится высокоскоростной мобильный интернет. Официальная тренировка в преддверии первого старта. В Алдане начались всероссийские соревнования по биатлону. Наши корреспонденты поделятся подробностями. Божья благодать на окончание поста. Якутская епархия благословила пекарей якутского хлебокомбината. Нато, которым предстоит испечь к Пасхе около 80 тысяч куличей. Камчатку засыпает пеплом от вулкана. Мощное извержение вулкана Шевелуч на полуострове произошло минувшей ночью. Столб пепла поднялся на высоту до 20 километров. Сильный пеплопад наблюдается в поселках Ключи, Козыревске и Майское в Камчатском крае. Небо в 9 утра по местному времени было черным, как ночью, свидетельствуют жители в соцсетях. В тех же роликах видно, что снег в населенных пунктах совершенно черный и покрыт слоем сажи толщиной в несколько сантиметров. Местным жителям настоятельно рекомендовали не покидать дома, так как вулканический пепел вреден для здоровья. В Якутию с рабочим визитом приехала группа Министерства финансов Республики Карелия во главе с министром Еленой Антошиной. Цель визита – практический обмен опытом по ряду ключевых вопросов, в частности цифровизации и цифровой деятельности Минфина Якутии, повышение финансовой грамотности, а также организации внутреннего финансового контроля. По плану рабочая группа будет работать до 14 апреля в Министерстве финансов Якутии с отдельным департаментом, а также в IT-парке. Кроме этого, гости посетят в Хангаласском улусе объекты, работающие по программам поддержки местных инициатив. Министерство финансов Республики Карелия использует в своей работе все передовые региональные практики. Не секрет, что Республика Саха – это такая у нас передовая, одна из столиц IT-технологии. И те вопросы, которые сейчас реализуются, это цифровизация, для нас это очень интересно. И мы хотим как раз посмотреть, как это внедряется в процесс управления финансами. Для нас это очень важно, обмен опытом. Мы проведем вот эту работу. Коллеги ознакомятся с нашей нормативно-правовой базой, с теми достижениями, в каких программах, комплексах мы работаем. И, конечно, мы рассчитываем, что и мы...